Раз пошла такая война, то поговорим о ранениях. Коррекция при ранениях. Кожный покров человека очень важен для здоровья человека. Любое физическое нарушение кожного покрова это явное нарушение биобаланса микробиота любого участка. Санирование места ранения это метод, который традиционно применяется в терапии ранений. Традиционно применяются биоцидные лекарственные препараты. Целью такого применения является стремление не допускать сепсиса. Любое использование биоцидов нам не нравится по нескольким причинам. Но есть ли альтернатива биоцидам при обработке рваных ран на теле человека? Мы проводили множество испытаний, где применяли различные биоклинеры с пробиотиками при обработке рана. Мы получили превосходные результаты. Рассмотрим несколько из них. Пенка спасатель, заживляющая. Что такое пенка, вам понятно. Это когда есть некий пенный раствор, который можно нанести на рану. Ну, сейчас у меня раны нету, слава богу. Расскажу теорию. Пенка спасатель. Иногда человек получает раны в отсутствии кремнеземной грязи. Ну, когда он не проехался коленками по асфальту и так далее. Ну, такие раны бывают. Например, криминального характера раны. Или военного характера. Раны бывают. Например, порезы окоралы в морской воде. Или резанные раны без контакта с видимой грязью. Пулевые ранения, ножевые ранения. Не было контакта с землей. Нам в этом случае, когда нет контакта с землей, вроде бы мыло-то и не нужно, чтобы землю отделить от раны. Поэтому у нас остаются практически только чистые пробиотики. Уже активные пробиотики, которые мы должны просто нанести на рану. В этом случае рекомендуем применять для обработки раны легкую пенку с пробиотиками. Пенка мгновенного применения. Она называется пенка-спасатель. Заживляющий мусс с пробиотиками. Пенку выдавливаем из специального пеногенератора. Вот он. Биоклинер. Пенка-спасатель. Заживляющий мусс с пробиотиками. Практика показывает, что в течение 20 минут обработки раны пенкой, рана затягивается. Прямо на глазах. У меня это было практика. В практике было много случаев таких. Не часто встречаются реальные раны. И не часто я с собой ношу этот баллончик. Но такие случаи были. За 20 минут прекращалось кровотечение. И рана начинала затягиваться. Я боялась даже притронуться. Но там внутри белое было сразу. Сначала была боль, да? Ой, а сначала больно. Все затряслось. Руки затряслись. Так вот расшипыренность. Вот свежая рана полученная 20 минут назад на кораллах. На острые кораллы. Просто волной швырнула на кораллу женщину. И тело попало. Ну как попало, так попало. Вот в нескольких местах имеются такие порезы. Вот это самый страшный порез. Сначала кровь сильно шла. Но мы сразу же применили промокательные салфетки. Практически прекратилась сразу кровь. Пробиотические. Три салфетки мы использовали, да? Да. И средства санитар-клинер. Мы мыльце пробиотическим мылом опрыскивали. Сейчас я уже прикасаюсь, уже не больно. Да, в начале, еще 10 минут назад, боль была нестерпимая. И мы так вот периодически брызгаем. Нормально. Сейчас уже вот эти коренные. Вот смысл этого всего, мы брызгаем мыльный раствор и стараемся размазать мыло, где попало. Мыльце не дает начаться процессу гноеродным, который в медицине называется сепсис. То есть заражение крови. Мы будем надеяться, что эта рана постепенно сама затянется. На животе тут вообще не больно. На животе. Корябины. Да, это уже меньше. Но вот эта вот рваная рана, она большая. И через некоторое время мы снова попробуем. Затянется? Ну, она внизу уже начала затягиваться. Уже затягивается, да? Ну, если вы ее трогаете руками, вам уже не больно. Да, конечно. Не больно. Дело в том, что кровь, я удивляюсь, что почему крови нет. Обычно палец, смотришь, слышит. А тут вот. Кроме этой пенки мы не использовали ничего. Ни перекись водорода, ни йод, ни зеленку, ни обтягивание с тугими повязками, ни наложение. Только салфетки чистые примакали. И периодически наносили пенку на рану. Через 20 минут кровь перестает течь. И сепсис не наблюдался никогда. Вот какая чудная пенка спасатель. Не сыпь мне соль на рану. Не говори на взрыв. Не сыпь мне соль на рану. Она еще болит. Не сыпь мне соль на рану. Не сыпь мне соль на рану. Не сыпь мне соль на рану. Продолжение следует...